Друзья, всех приветствую на своем канале. Мы с вами в Калининграде и прогуляемся по одной из самых красивых улиц города Соксомольской. Мы с вами будем гулять два дня. Один день в декабре и вы увидите, какая красивая снежная зима была в этом месяце. К новому году снег растаял и весь январь была теплая погода. И вот второй день мы прогуляемся в январе и увидите, что еще и травка здесь зеленая и не вся листва попала из кустарников. И так улица Комсомольская. До 1946 года она называлась Луизин Адея, то есть Адея Луиза. Потом ее переименовали в улицу Монтажную. Она с таким названием просуществовала недолго потом и переименовали ее в улицу Комсомольская. Улица Комсомольская находится в центральном районе и начинается от проспекта Мира и заканчивается на пересечении с улицей Борзова. На этой улице много старинной немецкой архитектуры. Каждый второй дом здесь объект культурного наследия. Разбавляют старинные здания, типовые постройки советского времени, так называемые хрущевки. Здесь обновили фасады многих жилых домов, большая часть которых памятники. Отремонтировали дорогу и тротуары, уложили новую плитку и пустили велодорожку. Все немецкие дома на этой улице построены в конце 19-го, начале 20-го века. Начнем нашу прогулку с дома номер 3. Это была народная школа для девочек имени Иоганны Амбрузиус, названная в честь восточно-прусской поэтессы. Сейчас в здании располагается детско-юношеский центр. Двухэтажное здание выполнено из красного квинкерного кирпича. Над порталом расположена надпись, выполненная готическим шрифтом. В переводе школа Иоганны Амбрузиус. Посмотрите, как неплохо оборудованы небольшие дворики перед зданием. Есть даже кормушка для птиц. Дом под номером 12. Многоквартирное здание принадлежало Эмилию Шаберу и являлось доходным домом, в котором проживало несколько семей. В ходе боевых действий Второй мировой войны здание было сожжено и восстановлено в 1957 году. В ходе ремонтно-восстановительных работ была произведена перепланировка внутренних помещений. Многие элементы были утрачены. Здание 14-14А – трехэтажный многоквартирный жилой дом. Здесь использованы элементы эклектики. Напротив находится дом номер 15. Здание очень хорошо сохранилось во время войны, отреставрировано. Здесь также соблюдены приемы эклектики. Внизу арочные окна и дверь. Посады красиво оформлены. Вообще-то очень шикарное здание, очень хорошо смотрится и украшает не только эту улицу, но и весь город. Следующее здание – улица Комсомольская, 17. Это дом с толстым. Арт-хостел. Здесь можно заказать номера и остановиться. А внизу дешевое кафе. Следующее здание – очень красивая, необычная вилла из красного керамического кирпича. Стиль грюндерства. Очень красиво декорированы стены. Следующее здание под номером 19 – вилла в романтическом стиле. Очень шикарная вилла из красного кирпича, расчленена симметрично выступами и выемками. На крыше имеется маленькая башенка. Следующая вилла под номером 21. Шикарнейшее здание прямоугодной формы под двускатной черепичной крышей. Сейчас в здании размещается детская музыкальная школа имени Шостаковича. Вот еще одна красивая двойная вилла из обожженного керамического кирпича. Сейчас в этом здании находится уставный суд Калининградской области. Еще одно из красивейших зданий на этой улице – дом номер 35. Он также является памятником архитектуры. Здание выполнено из желтого квинкерного кирпича. По круглым аркам окон располагаются украшения в виде темного квинкера. Сейчас в этом доме располагается центр планирования семьи и репродукции. После Второй мировой войны здание использовалось как роддом, а потом диспансер. Посмотрите, какая красивая резная дверь. Справа здание под номером 32. Это архив Калининградской области. Раньше на этом месте была двойная вилла, но после бомбардировки она не сохранилась. Впоследствии было построено здание архива. В середине двухтысячных годов был проведен капитальный ремонт этого здания. Дом номер 36. Ныне здесь располагается центр планирования семьи и репродукции. Вытянутое двухэтажное здание выполнено из желтого квинкерного кирпича. По круглым аркам окон располагаются украшения в виде темного квинкера. Лестничная клетка чуть выдвинута и завершается наверху фахфирным фронтоном. Вы, наверное, заметили, что здесь все дома разные, нет типовые застройки. Сразу видно, что работали разные архитекторы, разные стили и этим улица даже выигрывает. Следующий дом 3840. Шикарнейший дом с элементами Нива Ренессанса. Во время войны дом сильно пострадал и в шестидесятых годах его восстановили. Колонна с пилястрами, межэтажный карниз, масса архитектурных излишеств делают дом по-настоящему красивым. Этот дом напоминает сталинские дома в стиле ампир. Рядом стоит еще один красивый дом на пересечении с улицей Чайковского. Сбоку арочные балконы с колоннами. Слева находится многоквартирный живой дом в стиле модерн. Борельеф над дверью исполнен в виде головы бога Меркурия, покровителя торговли. Фасад также украшен множеством разных липных элементов, среди которых и гирлянды, и маскароны, и картуши. Двустворчатые входные двери декорированы кованными решетками с массивами на тему флоры. Следующее здание под номером 41 построено с преобладанием черт необорокко и неохлассицизма. Здание было повреждено во время войны и было восстановлено в послевоенное время. Очень красивое декоративное украшение фасадов. Посмотрите, какие красивые балконы с парапетом и колоннами. Напоминает это сталинский ампир. В настоящее время на первом этаже располагается калининградский филиал Российского университета кооперации. Оба потреб союз. Дом номер 47. Здесь нас встречают каменные львы. Они упираются передними лапами на гербы. На левом гербе сохранилась надпись Н. Гранау 1928. По всей вероятности это фамилия автора и год установки скульптур. Сохранилась красивая входная дверь. Мы сейчас подошли к самому большому комплексу зданий, состоящего из шести домов с 53 по 61 дом. Дом хорошо отреставрирован. Сохранилась оригинальная лепнина, кованые ограждения балконов и каменные цветочные вазоны. Очень красиво оформлены дверные порталы. Сохранилась также башенка со шпилем на резолите северо-западного фасада. А в крайнем подъезде номер 61 оборудовали первую городскую радиостудию. Давайте зайдем во двор. И мы видим, что здесь спрятался фонтан. Возможно, он ровесник дома. По свидетельству очевидцев, фонтан исправно работал вплоть до 80-х годов 20 века. А потом он засох и стал разрушаться. Но я думаю, фонтан еще можно отремонтировать, чтобы из него била вода. Очевидно, что венчала фонтан какая-то скульптура. Но что это было, к сожалению, неизвестно. Вообще двор очень большой. Здесь можно устроить сквер с фонтаном, лавочками, цветами, фонарями. На другой стороне расположен действующий православный храм святого апостола Андрея Первозванного. Одноглавую каменную церковь архитекторы Архипенко и Сычев спроектировали в традициях Псковско-Новгородского церковного зодчества 17 века. Возле храма за деревьями и кустами я случайно заметила воинский мемориал. Здесь захоронено 470 участников штурма Тильзита. С трехметровой монолитной бетонной стены на потомков смотрят советские солдаты. Ниже эпитафия. Подвиг ваш бессмертен. Рядом на гранитных плитах именно тех, кто погиб, освобождая эту землю от фашизма. И вечный огонь в память о них. Кстати, вечный огонь в Калининграде есть только на памятнике 1200 гвардейцам и здесь на улице Комсомольской. И постоянно здесь греются коты. Еще один уникальный дом под номером 8090 на улице Комсомольской. Тянется он почти квартал от улицы Чекистов до Молочинского. На самом деле это ряд трех-четырехэтажных жилых домов, которые вплотную друг к другу построили в Кюнисберге. Они то приближаются к дороге, и то вступают вглубь, образуя небольшие дворики. Каждый хозяин здесь хотел отличиться. Например, подъезды номер 82 и 84 нарядно украшены лепниной с фигурками экзотических животных и знаками зодиака. Надо заметить, что на этой улице все тротуары широкие. Дома отстоят от тротуара на приличном расстоянии. И там можно сделать полисадники, сквер, дворики, все что угодно. И вообще я бы переименовала эту улицу, как она и раньше называлась, Адлея Луиза. Красивое название. И она действительно соответствует Адлее. Январь месяц, зеленая травка. На некоторых кустарниках еще не здесь вся листва. Напротив этих домов расположен комплекс зданий восточно-прусского заведения для слепых. Как мы видим, здание представляет собой двухэтажный комплекс с различными формами крыш и фронтонов, с многочисленными башенками и карнизом. Главный вход оформлен торжественным порталом с оваденным окном на невысоком фронтоне. По бокам установлены львы, придерживающие лапами круглые шары. Наша прогулка по улице Комсомольской подошла к концу. Надеюсь, вам улица понравилась, и мы с вами немного прикоснулись к истории Восточной Пруссии. Конечно, здесь есть и хрущевки, но я их не стала показывать. Это не очень интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!